О, всё, он пошёл снимать. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Слышно меня, да? Да. Отлично. Так, спасибо тем, что сегодня всё-таки пришёл. У нас, скажем раз, число уменьшается, а конструкция обычно увеличивается. Думаю, я ещё сегодня тоже предпадаю. Итак, сегодня наш персонаж выглядит вот таким вот образом. Это композитор, и не только композитор, он как бы всё сразу на торбосист, певец, шасси-арьен. Это отдельная профессия, это не просто певец, в этом всё равно 5х. Значит, зовут его Хайнс Карл Груднер. Он почему-то не очень любит, когда называют полным именем. Поэтому на всех партитурах и записях просто я не знаю, H.K. Груднер. Родился он в 1943 году в Вене. То есть там и время, и место такое довольно глубокое связь в своей музыке вообще. Но в это время обычно люди не рождались, по крайней мере, в этом времени. Нам с ним, пожалуй, повезло. И сегодня я как раз попробую объяснить, почему-то хорошего он хочет. Значит, он, помимо всего прочего, да, не родственник одного довольно старого композитора ещё 17-18 веков. Был такой Франц Ксавьер, тоже Крубер, тоже органист, оппозитор, педагог. Значит, в частности, он знаменит тем, что он автор одной из самых известных рождественских песен в истории. Есть такой невестный хорал Штиленафт, называется «Тихая ночь». Вот написанный в 17-м веке и доживших, так сказать, наши дни, её до сих пор поют. Поют на Рождество по всей Европе, особенно в невесткоязычной части. Значит, ну вот, собственно, наш Крубер, про которого будем сегодня говорить, он в дальний родственник, там, не знаю, потомок, не знаю, честь такой колен, вот этого самого Ранса Ксавьера. Короче говоря, эта семья у Белого хорошо писать песню уже, как бы, 300 лет, и он, в общем, ну, его планку не бронет. Такие случаи не часто добывают. Например, в Виталии есть династия Беррио, там был композитор Шарль Беррио ещё в 19-м веке, потом был Беррио-липеттист, который в сверху работал, написал эмбиры о прозвихе Вольта, а потом в 20-м веке был тоже ещё один Звучано Беррио, который так давно-то он вверг. Тоже композитор очень разносторонний, много чего он написавший, много чего он научивший. Ну, вот, собственно, немецкая династия не настолько обильная, но он, по крайней мере, один и хороший сутренный вид. Пару слов, значит, про биографию группы, чтобы понимать, как бы, кто и откуда. Говоря, что здесь тот случай, когда биография человека оказывает, ну, такое своеобразное, но, по сути, прямое влияние на то, как и что он потом писал. Значит, он в Вене родился, учился, жил, ну, сейчас уже везде, в принципе, так, когда имбирок угробился, 60 человек, но все его становление связано, в принципе, с этим городом. Начал он с того, что с 53 по 57 годов пил в детском хоре «Мальчик». А это, ну, в Вене попасть, как бы, в главный или такой именной хор «Мальчиков», надо обладать, в видимо, экстраклярные какие-то способности, потому что желающих там попеть, естественно, довольно много. Это один из самых престижных хоровых коллективов в мире. Это типа «Ворской соловушек», понятно? Там детей, как бы, отбирают в основном и завтра, естественно, но по факту там появляются люди из других стран, вообще можно себе представить такой конкурс на месте, для того, чтобы попасть в этот хор, и он попал. Ну, не знаю, в этом есть маленькое видео того, как этот хор выглядел там в конце 80-х годов, то есть примерно так, вот, секунд пять раз, посмотри. В принципе, это очень плохо. Вот такие вот дети, да, в слегка напоминающей морскую форме, да, с гербом Австрии вот здесь вот, как бы, со всем этим связаны какие-то истории на самом деле. Хор, на чем-то, очень старый. Его дата основания официальная в 1498 году. Там император текущих, по-моему, Максимилиан, значит, как бы, опубликовал эдикт, это указ, начинал создание хора в мачках придворной капелли. И хор, в общем, дожил до наших дней с перестановками, как бы, да там, когда империя австро-венгерская развалилась, хор закрыли, потом переоткрыли как частную же контору, его закрыли там какое-то время там после войны или в конце войны второмировой, потом опять открыли, и он, собственно, продолжает, как бы, существовать по сей день. В нем пел Шуберт, для него писали практически все крупные и немецкие, и австрийские композиторы, там, все венские классики и кто только нет. И фасады в веке писали, и, соответственно, значит, Руберт, по крайней мере, пел, по-моему, до него не писал ничего. Сейчас хор, вот, как бы, он существует по сей день, там, четыре группы, как бы, да, в сумме около трехсот мальчиков, значит, то есть это довольно крупная контора, они поделены на четыре коллектива, значит, именных, там, значит, с именами, какая-то, Шуберта и Бетхоева, главных немецких композиторов. Они, в сумме около трехсот концертов в год, то есть, там, десять-одиннадцать недель в туре ежегодно, да, значит, еще в Австрии, то есть по городам, там, там, в самом городе Дорис Концерт, то есть еще люди работают, которые населились. Значит, с ними еще интересная история, одна связана. В шестьдесят первом году Уолт Дисней, еще живой тогда, решил снять почему-то этот фильм. Он так и снял, называется Almost Angels, то есть почти ангелы, да, значит, и вот именно Дисней настоял, значит, чтобы правительство разрешило мальчикам, значит, на форму дышить те самые, значит, те герпастеры, которые тут красуются. С тех пор он, собственно, там вот и есть, получается, видимо, Дисней в рекламной цели, каким-то образом решил, что это надо. В общем, у Грумера, получается, с самого, ну, не с рождения, а с детства, да, все было связано с какими-то глубокими, древними венскими музыкальными традициями. И дальше, собственно, продолжилось так же, причем после этого, выйдя из хора, да, он поступил в венскую высшую школу музыки. Я вам даже могу показать все эти заведения, потому что, в прошлом году, наверное, год назад. Так, не могу, сейчас смотрю, да. О-а-а. Смотрите. У них несколько зданий в центре Вены, я вот был в основном, там, собственно, даже дворик такой, вот такая вот консерватория. Там, собственно, по перебетру, где-то здание, да, значит, чётко упустить рекцию, прямо в процессе, где он был в мае месяце, да, на праздниках. Вот, собственно, и главный фасад. Как раз таки стилизованы то, степочные ключи, которые у меня учили, памятник, не знаю, чем будут. Люди там прекрасно себя чувствуют, там отличный климат, особенно, все это даже в этом время, да. Ну, и главное, что, как бы, это место, ну, как бы, ну, как бы, ну, это, как Хурмальчиков, один из самых полезных, также эта консерватория, в принципе, это тоже. Там, вот, по состоянию данного момента, около трех тысяч студентов участия систематически, для строения нашей консерватории около шестисот. В московском, я думаю, ну, там, не больше тысячи, может быть, там, не знаю, там, получается, три, ну, там, при этом, не только музыка, там, как бы, и театральное искусство, и, там, и актеров киношных они готовят, но музыкантов там много, и оттуда выходят музыканты для, практически, всех крупных обстричных оркестров, включая «Венскую фармонию», как бы, и так далее, с ними у них особенная связь. Соответственно, попасть туда, как бы, видимо, никогда не было просто, в частности, как бы, там, 50-е годы тоже. Но, опять-таки, попал. Интересно то, что Грубер учился там, ну, как бы, практически всему, ничего не можно было, по-видимому. То есть, начиная от игры на золотурне, электронной музыки, и киномузыка, и танец, и игра на контрабасе, и теория музыки, и композиция. То есть, это не так, как у нас, когда ты поступил по одной специальности, где выдали учебный план, и сиди занимайся. Говорят, ты имеешь право сам выбирать, как бы, в чем специализироваться, но, как бы, не знаю, это не бесплатно, да, значит, ну, соответственно, композиция решила заниматься, где-то там, уже такой, ближе к концу обучения, как раз таки. Поэтому закончили, еще занимался частно, несколько лет, то есть, привет, Лара. Учился он у многих там педагогов, соответственно, по количеству специальностей видно, да. Например, там был такой Годзин фон Пайден, который был на тот момент одним из крупнейших композиторов в Австрии. У него тоже довольно интересная биография. Он сын австрийских дипломатов, которые жили в Швейцарии. Он родился в Герне, соответственно. Значит, там, сейчас он зачатно работал, значит. По одной версии, мой отец, видим фон Пайден военный атташе посольства Австрии. Чуть-чуть в Швейцарии. Значит, по другой версии, он приемный сын, это его настоящая интересная. Он герский аристократ, граф Ласт Лафон в Круне, или, как сказать, так. Значит, Маба Баронесса Герта Луиза, значит, в гимичестве Рис фон Шен Слосс, если я правильно чертаю. В общем, вот из такой семьи вырос, соответственно, композитор, который потом груберо учил. Он там, ну, работал в Верненской опере репетитором, очень, значит, с молодых лет, работал в ассистемном карангане, работал в замдиректора фестиваля в Байрете, писал оперы, которые по всей Европе ставили. То есть, собственно, вот один преподаватель. Другой преподаватель, Ханс Елен, например, значит, который в свое время, значит, попал под большое влияние Шендерга, изучал тему додекафонию, и даже поменял себе имя, потому что при рождении его имя Риоганда, сначала изменил на Ханс, чтобы в Суми с фамилией у него было двенадцать танков, по числу звуков халастической. Значит, с тридцать четвертого года написал только этот додекафонный опус, исключительно, значит, при этом, чтобы заработать на жизнь, правда, в фортепианном ресторане, чтобы шли его долго, за не очень много денег относительно этот момент. Значит, в какой-то момент, значит, решил это дело совместить, и написал пьесу додекафонную со слоями джаза, и как раз-таки в это время примерно начал преподавать, и, возможно, Грест Губер под рулением там попасть. Так, ну, еще милая подробность одна, значит, у него куча учеников, как он долго преподавал, один из них, сегодня утром это обнаружит. Ну, и еще там были, как бы, персонажи. Контрабасов, например, занимался у концертмейстера Венского гармонического оркестра, Людик Штрафик такой там был. Короче, хорошо учиться в Вене, да, как бы. Ну, в Москве уже учиться у Башметов, не знаю, например. На самом деле нельзя, потому что Башметов там в разъездах и не очень преподает. Как бы официально, да, там есть даже кафедра альтана, по факту, как бы, даже если ты ученик, ты его видишь на несколько раз в год от силы. Вот не знаю, как трудно, но по контрабасам он, видимо, занимался не трудно. Более того, я так понимаю, что занимаясь в этом месте, в ВУЗе, да, он, как бы, еще не очень представлялся, каким он дальше хочет быть, наверное, поэтому набирал все специальности, которые можно. А карьерных возможностей там у кого есть много, в том числе. И он даже некоторыми из них пользовался даже одновременно, по общей процентам. Даже где-то в какой-то статье написана, значит, милая формулировка, что ВУЗ, быть, посочинял со студенческих лет, то есть как будто это хобби такое. И параллельно там еще для себя музыку сочинял. Ну, в итоге, как бы, музыка ему, в общем, помогла. Закончив все это в 61-м году, он начал работать в оркестрах, собственно, в чем сразу нескольких. Там образовался такой ансамбль «Ди Райхе», который, собственно, существует до сих пор, и начинал вот тогда играть, тогда же не «Авангвард». Параллельно он пошел играть в один венский оркестр, потом еще через пару лет, значит, начал играть в оркестр венского, даже австрийского радио, играл там аж до 98-го года. Хотя в 90-м году его уже знал в принципе весь мир, он позволил себе уже прожить чисто, как говорится, исполнять собственную новую и сочиняя ее току. Ну, тем не менее, ему просто нравилось. То есть, на самом деле, то, что он исполнитель, исполнитель разнообразный, мы сейчас, собственно, он ту музыку, которую, в конце концов, сегодня будем слушать, он ее сам исполняет и сам еще и дирижит. В принципе, активно это делает в течение практически всей жизни. С 60-го года они с друзьями-композиторами основали еще один ансамбль под названием Mob Art & Ton Art. Такое хитрое название, там еще и большие буквы, в случае где-то там не некоторые из них видели, так сказать, заглавные. Вот как раз-таки в этом ансамбле группы попробовали актеры как певца впервые. Играли они разный репертуар, в частности, свой. Значит, там пьеса самого группы я позвонил Пасанова, запись которой, к сожалению, и не сохранилась, хотя в этом написано, что она была хитом, но вот я не нашел вообще где-нибудь ни в Ютубе, ни на дисках, которые мне его доступны. Но вот была. Значит, еще там какие-то пьески были, которые вот такие вот, они уже немножко похожи по стилю на то, что он сочинял дальше. Ну, может, кусочек послушаем сейчас. небольшой. Эта запись уже новая, 2016, собственно, года, свежая совсем. Там был частично, что играли? Частично авангард с элементром инструментального театра, с движениями музыкантов, с какими-то жестами, с необычным инструментарием. И вот на этот авангард работал на стыке с какой-то, в общем, довольно, ну, относительно попсом, встречающей музыкой с явными влияниями как бы того, что тогда было популярным, то есть развлекательным. Это он скорее представитель во второй окрасте. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В частности, из крипичных концентов Крипичных концентов Он сделал чуть позже Кроме оркестровы, еще ассамблевую версию Более компактную для 12 музыкантов Получается и солисты Мы как раз таки ее сегодня и послушаем Потом на нее еще Поставили балет В совкомности, тысяча исполнителей Там бывали случаи Например, есть отдельная статья Про это дело Должны были в 2009 году в Нью-Йорке И тогда должен был полететь грубим И так был штормовый ветер, поэтому не смог долететь И даже музыканты оркестры Полетели за 2 часа до концерта Поэтому даже не попали в отель, не переоделись Прямо поехали в филармонию, на сцену играли Вот в чем приехали, в том и играли Поскольку солиста не было, в итоге дирижер Прорепетировал за сценой немножко Выступил сам в качестве солиста В целом времени записи нет Мне было бы дико интересно посмотреть Я поискал специально Видимо это не снимали Но потом После этого я во все В 1979 году в Берлине состоялся Портретный концерт на фестивале С тех пор он считается одним из самых главных Известных австрийских композиторов С тех пор много чего заказывают Причем заказывают серьезные оркестры Типа тех же Минских филармоников Лондонской симфонеты Оркестра BBC Оперный театр Масса серьезных по Европе Персонажей типа Ю Ю Маги Он через После смерти Он для всех пишет Концерт И в частности у него концерт для трубы Которые с 99 года тоже 70 раз Как минимум по миру сыграли Это довольно дофигантная оркестровая музыка Тем более современная Так что у человека все хорошо Концерт двухчастный Там шикарная аннотация Представьте себе вид земли из космоса На него смотрим Но земля пустая и там никого нет Есть только знак на ней Все ушли танцевать Вот там вторая часть Так и называется Все ушли танцевать И там тоже какая-то танцевальная музыка Довольно таки Из-за вот этой симфонической музыки Его некоторые критики даже называют Последним композитором В роли традиционной австро-немецкого симфониста Потому что в Австрии в принципе Там всегда был композитор Который пишет крутые симфонии Или концепты Начиная с Гадлер Через эмоции на Биткоина, Шуперта Не знаю, Малера, Брукнера Потом Шонберга, Штрауса, еще кого-нибудь И в какой-то момент Традиция есть сяпая У меня ощущения, что Австриица просто фантомный поле Если все время хочется, чтобы кто-то писал Традиционную, как бы такую же Ну даже не пафосную, но такую же влиятельную Немецкую музыку, как раньше Одновременно про Шнитке говорили, что он типа единственный Композитор в мире, который сейчас пишет Настоящую немецкую музыку Вот и Грубера тоже эту роль прочили До сих пор некоторые критики так считают И не знаю, он по-моему на это очень Заморачивается По крайней мере в симфонической музыке пишет действительно много На чем нужно ее играть Написать легко, вот так, чтобы исполнили Плюс он, естественно, не только Чужим, но и сам играет Он активно записывает самые разные вещи И не только свои, кстати Например, Культа Валя, про которую мы еще поговорим чуть позже Ну и не только В частности, он, например, пойдет на лапируш Это, наверное, штука серьезная Ну, тут я не достал Можем сейчас послушать кусочек Потому что то, какой там вокал Повлияло, в частности, на то, какой вокал Это, собственно, от Гейнштейна Собственно, эта техника там даже не пение Собственно, это такая, как бы, ну, интонируемая речь В которой, ну, интонационный диапазон перепады Они гораздо больше, чем в обычной речи То есть там, как бы, ну, выписан фактический интонационный контур Да, ну, надо не петь, а именно говорить, ну, только вот так вот С большими скачками, получается Это, конечно же, это придумал Шонгар Вот это дело, назвал техникой шпрег-шкинм То есть, как бы, ну, речи пения Звучит, например, вот таким образом Так, вот так вот Звучит, например, вот так вот Звучит, curious Звучит, IC, лучший сын Звучит, IC, лучший путь Звучит, первый путь Внутри, например, вот так вот, да, то есть необычный вокал, какой-то придуманный свой образник. Это такая, ну, одна фишка, она фишка первой половины века. Потом, ну, как бы сейчас-то уже, в общем, ну, вот его в общем мировой компостерский инструмент, так сейчас полгода можно написать. А началось всё, как раз так и завстали, причём я где-то читал, рассказывал, что, значит, слушал на пластинках записи немецких радиоэдикторов первой половины века. И там, безусловно говоря, оказывается, что они так примерно все и говорили, то есть фактически документальная фиксация. Ну, не так, конечно, не нараспев, да, но, по крайней мере, у них как бы интонационный профиль речи гораздо более размашистый, чем, так сказать, у нас и сейчас, так скажем, по крайней мере. То есть, грубо говоря, они так немножко в режим истерики разговаривали всё время. То ли время такое было, то ли просто как бы поменялась система интонирования, я не знаю, возможно, там вот тогда казах более выразительный. И Шанберг, ну, фактически, да, в случае очень протокольно просто отразил, как бы то, как людям его разговаривали. Ну, может быть, чуть не прополизировали, но мне настолько радикально от него кажется. Значит, потом ещё, например, Грубер поёт вот такую штуку, значит, есть такой Питер Максвелл Гэвис, точнее, уже я, ну, чуть ли не неделю назад Грубер, к сожалению, английский композитор. У него есть цикл под названием «Восемь песен для сумасшедшего короля». Я запись у меня нету, я ноты просто покажу. Там, если уже по нотам всё понятно. Ну, там такие вещи типа, ну, если время от времени. Вот какие-то странные штуки, которые не очень понятно, как играть на самом деле, да? Если ещё вот такого типа что-то, да? Ну, видимо, это можно как-то расшифровать. Там ещё какое-то шикарное место, которое приходится во всех источниках по нотации 20-х. Один из образцов графической музыки. Вот. Как и так, видите, не очень понимаю, если честно. То ли это восемь разных партий, то ли это одна партия по очереди. Ну, но поют, тем не менее. Я думаю, это никакая песня, как будто бы поискать. Но вот Грубер, в частности, поёт и такое, то есть он как бы сам по себе пишет проще, да? И партитуры у него более традиционно оформленные. Но при этом, это ему, я думаю, позволяет делать такую музыку интересную, именно то, что как бы представлять себе, ну, поле возможностей гораздо более широкое, да? Просто не всем от этого пользуются сам непосредственно. Где-то я вот там, например, да, вообще без ничего, даже если бы это не выписал. Так, ну, вот, собственно, да. И ещё одна одна вещь, так, мы сбежать на это и закончим. Так, в 91-м году Грубер принял участие в проекте по названию «Нот Моссерс». Ну, не Моссерс. Ну, в 91-м году, это, напоминаю, год 200-летен со дня смерти Моссерса, Ну, сейчас забуду из проекте Моссерса, да? И, значит, в частности, в Европе был такой трек, серия короткой метража, но относительно, там, какие-то по полчаса, и был совсем короткий. Так или иначе, прямо или косвенно связанных с Моссерсом там. Там, например, Паридуэд принимал участие, а один из фильмов снял. Ну, в частности, есть фильм, собственно, да, Гевен Парри – это режиссёр, то есть там имя как бы не Грубера, да, на обложке, да, на титуле. Но по факту Грубер написал сценарий, написал туда музыку, ещё и сам сыграл все роли. Ну, или какой-то немалое количество ролей. Ну, целиком мы смотреть не будем, не знаю. В принципе, там, вкратце, сюжет там такой, значит, 91-й год, Моссерс везде, естественно, да, особенно в Австрии. И когда Грубер, типа, пасет трюй, типа, что вы думаете про 91-й год, он говорит, что, знаете, я думаю, что надо голову всем влечить, про спать этот ужасный год, потому что Моссерс, Моссерс всех достал, типа. Ну, вот, он, типа, засыпает, ложится, видит сон, про то, как в какой-то телестудии, значит, обсуждают Моссерс, это какой-то эксперт перевозит, что это голова Моссерс, там, череп какой-то лежит. Потом, когда из телестудии все уходят, Грубер, там, в качестве уборщика заходит на телестудию, у него голова его взовёт и говорит «Спасибо, не отсюда». Он забирает эту голову, потом мотается с ней по городу, пытается её куда-то там продать, приносит какому-то антиквару. Значит, антиквар поёт какую-то, значит, песню про то, что, значит, мы можем, как бы, иметь ценность только мёртвые вещи, типа, пока вы живы, вы ничего не продадите, да, значит, значит, что сейчас всё умерло, а потом мы будем торговать. Значит, показывает ему голову, антиквар говорит, что эта голова выглядит использованной, как бы, да, типа, не очень новая, а то там, ну, да, с момента, когда обладатель умер и у него ей не очень пользовались, ну, и... Ну, вот так вот полчаса есть. Ну, там немножко кабарышная такая музыка, которой у Грубера, в принципе, много, чёрный юмор, естественно, вот, как мы тут уже видим. И это, в общем, это черты груберовского стиля вообще, и черты, я бы сказал, даже шире ювенского стиля мышления и всего остального, может быть, даже там. Ну, я, собственно, с этого полночил, да, далеко не у каждого композитора место рождения играет настолько важную роль, как бы, значит, в творческом паркете потом, да. То есть, ну, как бы, в России был Сверинов, например, который, как бы, ну, декларативно собирал у себя в музыке всё русское, что можно было себе представить, начиная, там, от Шопена, который ещё какое-то время был, так сказать, не был поляком, то есть, Польша была, ну, в России, там, по-части в Российской империи, там, до Брубера, да. Поэтому у него даже отдельные шопеневские черты есть, и русские романсы, и Рахмалинов, и Мусорский, и Майковский, и Есения, значит, в общем, всё, что хоть можно как-то пройдёт в русский мир, так сказать, или надо бы это назвать. Вот Грубер, по факту, работает со всем австрийским, и даже, может быть, точнее, со всем еврейским, что и есть. То есть, у него в стиле есть фрагменты музыки, ну, не фрагменты прямые, не цитаты, конечно, но элементы стилевые, музыки венских классиков, там, от Гадьба до Моцарта, и до Штрауса, и до Штрауса, и Рихарда, и Аганю, то есть, там, и вальсы, и какой-то довольно жёсткий оркестровый говарит, если надо, и до Венца, и Берга, и популярная музыка, типа Культа Вайля, и музыка Кабаре, и поп-музыка, и даже рок, если в авторе есть поп-музыка, куда-то есть. Ну, это должно быть, конечно. В сущности, когда мы пару лекций назад говорили, то есть, я читал про то, что любая музыка это музыка этническая, и говорить про своё время, по сути, это так и есть. Грубер говорит о времени 60-х, 70-х, и позже, соответственно, более позднего времени и годов, о том, чем этот дурак жил, какая музыка по нём звучала, что было актуально, и вот, значит, собирать, на это будет отдельный дурак. В итоге там, ну, там куча, естественно, влияний, причём довольно иронично всё подано. То есть, по факту, получается, что у него есть влияние из Травинского и Шонберга, при том, что при жизни их считали антагонистами и никак не сводилыми, а вот, значит, появилось следующее поколение, которое показало вот этим из них, да, что они прекрасно соединяются в рамках одного произведения, и они сейчас себя чувствуют совместно. Там, в общем, масса всего в партитуре ещё видно, что, че, по-прочему, хорошо учился композиции и дирижированию истории музыки, и любые инструменты, ну, в хорошем месте учился, видно просто, как плохо учиться не прочитывать. То есть, например, может закончить крипичный концерт собственной попсовой песни, самим уже именно, призывая. То есть, с одной стороны, это синтез вот, как бы, академической музыки и джаза какого-нибудь, да, но с другой стороны, и вот, например, у Альпана I, который вообще ни разу не был ни разу как один композитор, у него скрипичный концерт заканчивается цитатой Баховского хорала. Выбер делать такую партийную версию того же самого, тоже цитатой, но не из Бахова, но из себя, да. При этом параллельно он у себя в партитурах даже кое-что высчитывает, хотя по музыке там не всегда скажешь, как бы, так любой нормальный композитор XX века, там вычисления какие-то, там, не знаю, ритмические какие-то схемы, высотные схемы, то есть, в общем, то, как его учили в консерваториях, хотя по факту он пишет очень похоже на то, как его тогда учили. И один гритик предложил для описания его музыки термин диатонический сериализм, хотя это, в общем, Макс Умарон, потому что сериализм этого музыка Шотка, для Астетонова никакой тональности близко нет, а тут вроде как всё всегда там не в реважуре, в каком-то мажуре всё равно или в минуле, да, но при этом там вот сериальные элементы тоже всё очень встречаются, по-моему, регулярно. Плюс, когда будете слушать, я просто не знаю, чтобы это объяснять и копаться, надо уже копаться в деталях совсем с партитурой. У него совершенно изумительный оркестр, на самом деле. Вот за что я его в частности ценю. Это человек, который очень детализировано работает всегда с оркестровой тканью. Да, в 20-м веке у него очень мало кто, то есть там детализация, она не маленькая, вообще. У всех инструментов собственные линии, они очень тщательно, дотошные и органично для инструмента, выписанные, сплетаются в дико интересные вещи. Ну, короче, вот как бы, это, можно чисто композиторская, мы лёг, я тянутый видео, я сам не знаю, что стоит такую партитуру написать, внешне непритязательно, но полный внутренний житель. В общем, Грубер в этом смысле молодец. Естественно, я думаю, что в этом смысле серьёзное проблема в том, что много лет играет в оркестре сам, про это, когда ты писал ещё Штраус, типа, если вы хотите по-настоящему познакомиться и писать хорошую музыку, идите в этом оркестр, по книжкам вы этому не научитесь. Да, я думаю, то же самое касается не только классики, джаза и чумовы, то есть нельзя написать по приборам такие вещи, ну, просто через пальцы не почувствовать. Еще один критик пишет, что на нём партитуры как бы многослойные, как в послевоенном авангарде, но при этом почему-то тоннальные, то есть он как бы берёт и корректирует так, чтобы на этом констанализ появлялся. Я прочитал, напомнил, есть такое знаменитое видео, но это вы даже видели. Есть тренд Джона Калтрейна «Giant Steps», который, я думаю, знают все присутствующие, где-то уже как джазовая классика такая, кусочек напомнений, как это звучит. Играет музыка Играет музыка Если ещё про эту тему в пути в джейках джазовая гармония, где главная вообще существует, про её гармоническую схему, про то, что нового этого контраста не принёс. Представьте себе, что это за сложный, но враченный авангард. Если так представить, то то, что делает Груберг, то есть то же самое на всём, да и вручитель. Играет музыка О, как бы записывал в видео Brett А. Гор Creating a Вот и так далее. Чисто до мажора все те самые, причем еще больше 2 года нет. Выглядит, как бы, с одной стороны, пошло, но даже издевательски иронично получается. В принципе, музыка Европы такой же. Да, вроде все есть, да, значит, но что-то как бы вытвык, да, значит, всегда понимаешь сразу, что. Ну, это понятно, как бы, да, в фронтах тоже понятно не всегда. Значит, плюс еще один элемент как бы губеровской стилистики, это тоже австро-немецкий. Это традиция работы с детских инструментов. Ну, как минимум, в Австрии был как бы изгон Карл Орф, который понимал, что он музыку писал, он еще основал, в общем, гигантское движение по обучению детей в музыке. И Орф-инструмент это как бы целая отдельная отрасль, как бы, то есть это действовали фильмы, которые специализируются на выпуске этих инструментов, на продаже, есть специальная музыка для них написанная, изданная в сборниках, есть методики, как работать с этими инструментами, как их включать, собственно, в детское образование и так далее. Ну и, соответственно, сама по себе идея, что можно взять как бы детские инструменты и привнести их в взрослую партитуру, да, как бы, рядом с обычными академическими, она тогда была, ну, в общем, в ходу, и, в частности, вот таким вот образом. То есть, значит, у грубера, кроме традиционных инструментов, используются пластиковые пакеты, шланги, астронатурный клаксон, еще в партитуре экспериментали, что жевать на грунт «Винтаж» до 1950-го года, и, естественно, я не хочу. То есть найдете такой какой-то, очень верно, да? Значит, игрушечные инструменты типа кварнетов, саксофонов, игрушечная пианино, там, казу, мелодий, как самое, значит, тут, как сказали, что «Кулисные флейты», «Манки для уток», и что только. Значит, а потом, в других, причем это не только в этой пьесе, да, в том же конценте для трубы, например, есть секция, где трубаж должен играть на коробьем уроке настоящим, понимаешь, понимаешь, там, дыхает туйство, да? Ну, концентно, другой вид, на сожалению, значит, но тем не менее, так вот, да. Я подозреваю, что вот такие вот детали, инструментальные, фактурные и так далее, и, в конце концов, он приводит к тому, что это будет, ну, сохранять жизнеспособность, и, нет, он остается одноразово развлекал, а там есть, как бы, такие элементы, в общем, театральные, но при этом все звучит, и их прекрасно уже слушать, они же не являются, то есть, вот, ну, все кончится, особенно по контрасту с черным юмором, который в стихах. По поводу стихов, вот, там лежит одна бумажечка, у меня еще есть пара распечаток, на этом я оставлю сейчас сразу. У нас тут удачно получилось, я попросил этому девочку, когда перевела мне текст там, что там есть, значит, есть три копии для этого. Кроме стихов, еще один прием вокальный, который там используется, я вам просто не могу не показать, это оно, как бы, тоже гиперэкспрессивного полпения на вдохе. Там есть одно место, мы его не пропустим, мы его будем слушать. Я даже не знаю, кто первым ничего это привел, конечно, долгое время эта техника и в листани была ортодоксальной, но вот, как бы, здесь он ее уже использует, как бы, вполне уверенно, то есть до этого видела были люди, да, которые тут тоже занимались. Ну, кто еще использовал вот эту технику? Ну, вот, например, такие вот люди, такие вот партиши. Это киса, пояснишь, не тыс, не тыс, не тыс, не тыс, не тыс. И, вообще-то, как это выглядит, не тыс, не тыс, не тыс, не тыс, не тыс, не тыс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, такой вот вокал, короче, да, то есть, КВМ, в принципе, псих, конечно, был, значит, но даже такие вещи не делали, я сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая вещь, когда, например, на тохе на связке смыкается непредсказуемым образом, получаются высокие такие звуки, противные, ну, как бы, гиперэкспрессивные, если надо, да. Ну, собственно, вот, то есть, вот, как бы, как бы, грубер позволяет себе и такие вещи тоже вводить в текст, соответственно, получается, как бы, ну, довольно пиздно, он был крут. Я, вообще-то, не уверен, что его перформанс, который, я думаю, уже закончился вступление, вот, идем просто к музыке, а потом остаток я потом-то расскажу, может, как-нибудь из своих генеральных условий, я там язык узнаю, а не буду. И поэтому, чтобы закончить предупределение, я бы сейчас еще пару слов, да, и на этом потом послушаем, а потом еще кусок, если будет интересно, дальше расскажу, там еще больше. Собственно, я не уверен, что это вообще пение, в точном случае сломок, да, это, скажем, перформанс, конечно, он там, как бы, он там придет, конечно, тоже, далеко не всегда. Свистит, шипит, хрипит, там еще есть такая преувеличенно-оперная манера, как, например, в Саске-Удипа, да, значит, там сподвезнуть можно, как плохой пивный пивес, так такие штуки тоже. Скандирует, шепчет, то есть он там вступает со собой в диалог, сам себя убеждает, да, отдать там бедную Марису зеленоволосного гостя в наследениях, вот это, вот, в этой своей стопере, где там выписано 1 и 2, то есть на 5-2 на разные уголоса. По этому поводу, у меня, честно сказать, ощущение, что, причем, как бы, совершенно силенным лицом при этом там все делается, да, это, как бы, удовлетворение, как раз, условия, чтобы все действовало как надо. Я, поэтому, подозреваю, что в Ростове, ну, штуку, как бы, ну, ближайшие 10, если я, ну, точно, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, а 6 секунд, а сам не уйдет. Потому что музыкант-то справится, та партитуря не простая, но подъемная, а вот найти у нас человека, который бы справился с таким вокалом, это, в общем, в самом деле, проблема. То есть не то, чтобы Крубера никто это не пел. Есть запись, в Москве ее играли, я видел в Ютубе запись, как в Италии исполняли, ну, никто. То есть, в принципе, он написал пьесу идеально для себя самого, получается, так. То есть, обеспечившись, фактически работая на всю жизнь. Потому что люди, которые хотят послушать это по-настоящему, вы должны приглашать как автора для исполнения. Вариантов просто больше нет. Ну, вот, и последний, по-русству, что я не слушаю, начнем. Значит, есть еще один человек, который он упомянулся в этой связи с этим всем. Это Саймон Реттл. Реттл был на момент, как бы, 70-го года, главным дирижером Ливерпольской филармонии, то есть, он дирижер его премьер. Потом, значит, по заказу того же Реттла и Венской филармонии, где Реттл тогда работал, Реттл написал пьесу «Танцующее активноте», да, если да, не так. И не знаю, какая там связь с Триром, но какая-то, вероятно, и есть. Ну, не выкуется обманеть, а. Тем более, что написано уже после выхода фильма. Значит, а потом Реттл в Сталу сейчас является главным дирижером и художественного берлинской филармонии, где, собственно, будет происходить вот все то, что сейчас мы как раз таки увидим. То есть, в общем, как бы, Реттл в жизни будет, да, фигура достаточно важная, и, значит, из-за этого уже надо следить, потому что он вообще должен был проживать, как он сейчас. Значит, что-то сейчас будет. Там был концерт в 2012 году в Берлине. Так, этот раз будет, по-моему, разокрыть. Вот я открываю. Вот я открываю, вот открыла. Ну, значит, 2012 год, 21 января. Обещаемся на 4 года, получается, с небольшим оборотом. На сайте «Берлинской филармонии» есть шепарная опция. Можно, значит, заплатить немножко денег и получить доступ ко всему видеоархиву концертов на какой-то срок. Вот я заплатил 10 евро и получил в неделю возможность открыть любые концерты из тех, которые есть. Причем неоднократно. Собственно говоря, точно с четверка по четверг. Значит, там концерт, в котором не только эта штука, значит, помимо этого, вот, собственно, Сан Берлина стоит. Он там поет еще несколько пьес Курта Балли, о которых я уже потом расскажу. Значит, Трубачка, который там в оркестре играет пьесу «Нача на берегу», кстати, спел. И потом что-то еще, по-моему, какая-то пьеса еще самого Брюбера маленькая. Ну, я думаю, их опустим. Если останется время, то послушаем в конце. Я хочу, чтобы просто точно успеете, то, чтобы осталось уже потом. Как раз все люди подачки красить, в этом просто музыке успеют при свидетелях. Так, сейчас перемотаю на полминутки назад, потому что после этого можно завысить, считаю. У нас есть примерно 30 минут с небольшим. Я включаюсь. Стихи там нет по порядку, так что, можете видеть. Я партитурность не хочу включать, потому что давайте посмотрим. Там есть прикольный момент, честно, на видео. Ну, чтобы было понятнее, о чем речь, да, значит, вы почитаете стихи. А в подробности потом расскажу. Я выбираю. Отлично. Я выбираю. Попробую. Музыка ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну примерно так, давайте сделаем перерывы, пойдемте что-нибудь подключение, потом еще что-нибудь расскажем все интересное. Отлично, поехали. Ставь. Ну все, кушай, живы. Это было внизу. Пока что эта штука выключилась, так как. Ладно, сейчас еще… Я думаю, что с экстремальным бокалом мы сейчас поговорим скорее всего, сейчас просто немножечко, собственно, про текст и еще про одного человека, про которого все-таки надо. Сидим с Грубером. Это Курт Валькин. Про него, как бы, с одной стороны, имя, возможно, кто-то и слышал, вроде бы все знают, что он есть, но при этом знают про него толком мало, кто и папа, что и почему-то. А фигура, на самом деле, довольно важная. Ну, конкретно, в данном случае, она важна, потому что в текстах и группе любое имя встречается чаще, чем любое другое, кроме самого Грубера, конечно, да. Вот реально своеобразный человек, у которого, в общем, толком даже трудно кого-то посадить. Это отсутствие композитора. Естественно, да, первое поле века, даже не все, в общем, даже до второй, там, наверное, очень далеко. Учился, ну, таких немецких композиторов-модернистов, как Энгельберт Хумбердингт, например, сейчас есть такой помпелес, кажется, да, вот такой композитор. Ну, где-то там на рубеже 90-х годов. Плюс он учился в Бузоне и писал в начале, как бы, когда он начал, собственно, по признаку свою работу, тоже свою музыку, примерно такую же, собственно, как у Бузоне, как у строгинского, такой, ну, как бы, ранний модель, можно сказать. Вот. А потом, по разным причинам, где-то в середине 20-х годов, у него случился стильной перелог, и он резко упростил свой музыкальный язык. Ну, не совсем резко, не того уровня, там, совсем, так сказать, как сейчас, да. Ну, по сравнению с тем, что было до этого, да, упростил и серьезно из, в общем, как бы, таких, ну, политически-леваческих, что ли, соображений. Они тогда уже работали с Брэхтом. В принципе, он был в маркетинских кружках. Ну, в принципе, это тогда Австрия и Германия представляли себе, в принципе, такие коммунистические страны. В общем-то, в Республике не в Австрии, да. В общем-то, похуже. И, в общем, вот тогда идея написать музыку для рабочего класса. Музыка прямого социального действия, в общем, такой термик. Хотя они очень понимают только, что это значит. Но, тем не менее, идея была такая музыка, которая будет оказывать воздействие на массы. Вот Валь хотел писать именно такую музыку, но при этом, в отличие от, ну, тогда много кто хотел, много кто писал. При этом Валь, как человек хорошо образованный музыкально, в частности, и, как бы, и не стремившийся совсем уж порывать со своим прошлым, хотел как-то, вот, найти, пройти по этому лезвию ножа и сделать нечто, что будет, ну, одинаково, вот, по крайней мере, как-то действовать и для своих старых коллег, так сказать, с которыми он работал, и, значит, в той сцене, в которой он очень много, и, в общем, в более широком присутствии. Ну, и надо сказать, что, в общем, Валь один из тех какого-то получился концерт концов до какой-то степени. То есть в 30-е годы и в конце 20-е музыку Валья в Германии пели на улицах, что не так часто случается с композиторами, вообще, в принципе, я говорю, в последнем веке, серьезными композиторами. Она звучала по радио, в общем, она ставила широко, написала музыку в театральном спектакле, писала массу музыку и в Германии, потом в Америке, когда он туда уехал. И при этом его, в общем, ценили люди совсем другого толка, типа Берга, Стравинского, Шонберга, в общем, как бы, ну, ее, в общем, люди из композиторской элиты того периода, да, в общем, он с ними был знаком, он с ними даже сотрудничал, причем, в каком-то смысле, как бы, они не отрицали его совсем. Уж, в общем, ценили его и на гармонические находки, и, в принципе, то, что он делает. Так что, в общем, по факту, проект, в общем, Вадим, то есть не проект, точнее, а Валья, да, бывали один из немногих, кто, в общем, сумел проводить, ну, основательно прочный мостик между серьезной, легкой, что ли, музыкой. Тогда это была очень серьезная проблема, как вот эти вот два крыла под ружей. Сейчас она постепенно рассосалась, потому что, ну, не просто так, а именно потому, что была масса людей, которые над этим работали, чтобы вот эту пропасть, в конце концов, перекрыть и превратить музыку опять в нечто единое, ну, или, по крайней мере, нечто преодолимое, да, какое-то, на окна, на кровати, на угол. В частности, Валь много работал с Брехтом, он написал музыку в нескольких спектаклях, самый знаменитый из них, и, собственно, самая знаменитая пьеса Брехта и, соответственно, опера Валья, называется «Трехкрашовый опер». Оттуда есть один, как минимум, номер, который вы точно слышали, я специально его взял в известном исполнении. По крайней мере, в которомleşали, нашим делом «Трехкрашовый опер». Нет, не совсем. Понятно, узкая языка, по крайней мере «Трехкрашовый» встроена музыку, но в конце концов, ну, это, ну, accounted for. в общем, штука, с которой Валья в итоге который вошел в книги джазовых стандартов во всем, без исключения. Кто-то коллективный, кто-то не первый в классе. Вот, собственно, это была кульминация к сотрудничеству с Брэфтом. После этого они все-таки немножко разошлись в 30-е годы, потому что Брэфта увлекла политическая ритность через театр. Он хотел ввести театр еще влево, а Валь как-то сказал, что, извините, я все-таки не в состоянии положить манифест коммунистической партии на музыку. И, соответственно, Брэфт вообще думал тоже какие-то другие люди. А Валь в итоге повлиял фактически на всю песенную культуру Европы и Америки, и на конкретных композиторов типа Лорфа и Брэфтэна. Я подозреваю, что хоть у Латкова не было бы без Валья, то есть никаких непревеских музыкантов, не было бы на это чудо ничего. В общем, это видно, что это человек, который прекрасно знал эту традицию. И наш Латков, в общем... То есть, честно, когда я знаю, что живем в Европе или в Америке, он был бы на суперзвездой, не хуже, там же на Валеринском. Вон и тут не тот, насколько я считаю. Ну, в частности, как бы, да, Грубер тоже, типа, без Валья совершенно точно. Грубер этого и не спрывает. Грубер, повторяю, еще раз, да, что он активно поет и записывает, и даже в конце, типа, песенную пил. То есть, в общем, он, на самом деле, наследник Валья, да? Своей фишкой лучше покереть. Валья, в смысле, чем более традиционный, в смысле оркестрового состава, я имею в виду. Чтобы, ну, как... Кроме Мэйкинажа, в общем, музыки там много, да? Ну, собственно, выказ-таки после смерти Валья, там, в последние годы жизни. Его начали активно пиджа завернуть. А до этого самый знаменитый голос, с которым музыка Валья ассоциировалась, это была его жена, лотта, ледиа. Вот, значит, у меня тут даже есть один номер, я хочу его выключить. Там, единственное, там очень плохое количество записей. Это цифровка с пластинки, и пластинка вот та, какая нашлась. Ну, так ведь, песня пиратки Джейнгис, как раз таки, вот, с Владимиром Жором, опера. Я не знаю, что это будет сейчас слышно, но на самом деле, есть там вслушаться и поглядеть на то, какая там гаймония, там видно, что Валька, что упростил свой язык, далеко не до конца. Там довольно далекие тональные истории, в принципе, достаточно компактные сроки. То есть, в принципе, там песенная структура – это песня, наверное, но песня далеко не самая простая из тех, которых в свете есть, даже какие тогда были, а тем более сейчас. Вот так вот, значит. поиélいく с вещными словами diyor, что ты сильный билет. Их дошли как лилет. В壓 считая кровяazon, что эти слез無ors, и в даст мешные пфguy great, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и они как раз таки построили собственно ринг, как раз таки все это заканчивается в 2-й универе, вот такой императорский манифест, вот прекрасные широкие улицы, красивые дома только что закончены и так далее. А там по генеральным плану городу перестраивался, и туда ехало огромное количество людей, просто чтобы найти хоть какую-то работу, пропитание, не знаю, в поисках удачи, в поисках попыток пробиться куда-то вверх, потому что, опять же, это 19-й век, еще это классовое общество, это, в общем, в принципе, отсутствие серьезных социальных лифтов каких-то, это, например, как у нас сейчас, да, есть люди, у которых, значит, панамские офшоры, это 2 млрд долларов, нет, это будет развязаться, а есть люди, у которых получают 7 тысяч, работают медсестрой, хорошо, если медсестрой, но мы не знаем, что они заработают, да, значит, вот как перейти от одного к другому, не знает никто, да, ли это, шансов мало, естественно, это вызывает какое-никакое социальное напряжение, да, значит, и вот, в частности, оно, естественно, то есть город, ну, фактически, в каком-то напряжённом состоянии, в принципе, живет. Естественно, что-то сказывалось, в конце концов, на психическом состоянии уже и учителей, поэтому то, что тот же Фрейн был в своевремен, например, совершенно не случайно, он должен был, в принципе, появиться где-то, где-то там. В отличие даже от Германии, в которой были другие проблемы, но такой, как бы, внешне блестящей, но внутренне продвинившей империи там не было, там, собственно, даже только образовалось, там, 50-к, там, начало с этого века. Вот, плюс, там ещё и естественная викторианская эпоха, которая, сильнее всего, британик довивала, в принципе, во всей Европе, как бы, да, проявления сексуальности, в общем, достаточно сильно подавлялись, и, ну, мораль была такая, у нас в обратном смысле очень жёсткая. Естественно, что всё это выливалось самыми неожиданными поворотами, которые, опять же, значит, спасибо Фрейду нам про него скажут, вывинул поигранность. То есть даже в том же самом детском хоре мальчик, в какой-то момент были скандалы, связанные с преследованием школьников сексуальных, то ли со стороны преподавателей, то ли они со стороны преподавателей, и, значит, между друг другом, поэтому теперь там есть горячая линия анонимная для этих самых школьников, то есть там будет, значит, там не всё так радужно, как, ну, кажется, когда на них смотришь, давайте, кстати, пробуем видео. Ну, и, соответственно, всё это должно было как-то отражаться в образе русской литературе. То есть вот этот самый сарказм, ирония, чёрный юмор, цинизм – это, в общем, ну, это естественная реакция на вот такое вот положение вещей в аруте, да, как бы незащитная реакция должна быть. В Австрии в начале XX века был такой литератор Карл Краус, это, в общем, как бы, не знаю, как у нас, не знаю, помнись вот такого очередного, Настя Черкова, не знаю, даже с кем ещё и Настаневского всё вместе. То есть это такая основополагающая фигура для, так сказать, формирования астрекской идентичности из такого XX века. Он тоже бэйт, писатель, эсэист, основатель журналов, он там издавал журнал «Факел», который был главным литературным уголовством с того времени, сколько Краус его издавал, это было несколько десятков лет. Он автор афоризмов, ещё, ну, не знаю, пару штукам процитирую, надо поискать ещё, и так много приведено. Тут касательно меньшин, например, сверхчеловек – это дело преждевременное, потому что предполагает существование человека. А вот если человек – это ещё вопрос. И, значит, нет более несчастного существа, чем фетишист, который танцует по женской туфельке, танцует по женской туфельке, но вынужден быть дева совсем жестью. Ну, теперь авторизм в духе Козьмик-Прутикова. Поэт, который читает, выглядит, как повар, который есть. В общем, вот примерно так австрийцы, думаю, в Парамире, я не знаю, я не стал бы это сильно вкапывать, потому что я даже знаю, что в Парамире есть какие-то тексты, чисто австрийские, да, значит, ну, думаю, всё с порядком, ну, по-моему, это такое же так. И, собственно, то, что под заголовок вот этого самого Франкенштейна, там у него жанра своеобразная «Пандемониум» на шансонне с оркестра, а «Пандемониум», причём через дефикс ещё, да. То есть, вот эти самые внутренние демоны, выведенные наружу, они здесь совершенно не случайны, и это, в общем, возможно, и поэтому еще Фрубер считается как австрийским классиком, потому что это вроде «Выберное наружу», то, что обычно, где-то танцы, как «Выберное наружу», время от времени надо показывать. Значит, теперь пару слов. Собственно, Фруберс в 1927 году написал подробную аннотацию про вот эту пьесу, я решил целиком не читать, потому что она разбросана, получается, кусками, но здесь его прочтут, он будет оставлять мне рассказы, там компактно, потому что уже слова изображены. Вот про стихи. Стихи взяты из сборника Артмана, которые называются, в переводе на русский, «Все виды шума», это «Шумы, шумы», «Везде вокруг шумы», «Лаври и Ютчинджонс Райдж». Ну, новые медленские стихи про шумы вокруг. Само по себе своеобразное название, оно пока еще вполне безобидное, но при этом Фрубер пишет, что Артман считает эти стихи скрытые политическими заявлениями. Я не знаю, при чем тут политика, я сейчас даже расскажу, при чем она, по мнению Артмана там. У меня еще привязано несколько суверок для того, чтобы просто, не знаю, вписаться в актуальный контекст, например, для критиков. Потому что в Германии, в принципе, искусство и политическое действие важнее, чем в других странах, чем во Франции, опять-таки, где-нибудь. В принципе, в немецкоязычных странах актуальность может быть погружена в актуальность же в общий социальный контекст всегда. То есть надо мало того что написать, чтобы еще придумать, как это вписывается, в какую политическую позицию ты занимаешь. Политическую, социальную, не знаю, там, критическую, какую-нибудь. В общем, это не может быть просто, как бы, честное искусство. Так же там нельзя. Значит, ну вот это про политику, да? Обычно, как пишет Грубер, он отказывается комментировать, что это значит, то есть его заявление, да? В данном случае, типа, все и так понятно, что монстры политической жизни всегда пытаются скрыть свои подлинные лица. И часто ему это удается. Франкенштейн здесь не главный герой цикла, скорее кукловод, фигура за кулисами, о которой опасно забывать. Поэтому отсюда восписательные знаки в названии. Франкенштейн. 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 Демистификация героических злодеев или злобных героев, которые устраивает Партман, находит свою музыкальную параллель. Например, в построении нормального оркестрового звучания или даже отчуждения, это «alination» слово на английском, нормального оркестрового звучания путем введения в оркестр прошлого числа игрушечных инструментов, чтобы уже наблюдать. Несмотря на сильный визуальный и театральный эффект, основная роль игрушечных инструментов чисто музыкальная. Даже у шлангов есть своя гармоническая эффективная функция в партитуре. То есть он утверждает, что они ему нужны с чисто музыкальными целями, хотя бы еще немножко лукавить, но я не боюсь, они ему нужны в том числе для того, чтобы всех расслышать. Это, конечно, в том числе и клоунат, но убедительная клоунат. Ну и еще пара вещей, которых не стоит, конечно, сказать. Это, во-первых, детские мотивы. Сама по себе идея взять какие-то детские стихи, типа мы уже заряемся на всяких не вполне детским содержанием. Она была даже не новая, наверняка что-то еще такое было. Но в данном случае тут тоже сработало. При этом у меня даже, когда я читаю тексты, даже что я когда слушал музыку, нет ощущения, что эта штука превратилась в личное не детское. Это все равно получился портрет детства, только такой лишенный глянцевой сюсимой. То есть дети более приближены к реальности. И я так понимаю, что не только у меня это впечатление. Я сегодня утром вот копал в одной из лицензий и учить фразу, что эта пьеса затрагивает, демонстрирует, в чем вы скоро на детской фантазии. В общем, бойтесь детей, короче, жаль. Ну, собственно, опять же, не Артман, не лицензионер кто-нибудь, не даже за артокумпе, вот кто там думал о детях. Например, Брэд переучил своеобразное было представление о детях. У него есть книги, и дети, это как он в эссе бы там писал, как бы, эти мысли разбросаны по-разному. Потому что дети это как чужие среди нас, такая отдельная другая раса, которая может вас убить или себя убить, что-нибудь сделать, а она без причин. То есть, как бы, я не всегда контролирую их действия, не всегда объяснивы, поэтому чувствуете себя с ним, как самопланетя. Потом есть еще такой, например, Евгений Юффер, режиссер ленинградский, один из основателей и лидеров, и лидер, собственно, по-моему, главной. В 80-е годы в Ленинграде тогда считают в путешествии некрадио Ленинской, где, ну, тоже, хортосирия и так далее, а в каком-то интервью вы уже спросили, типа, любые, если вы это детям показывали, у нас в частности свои. Ну, как, обычный вопрос в таких случаях, это что-то совсем жесткое, да, типа, а как же дети? Юффер сказал, что вы знаете, дети на это дело реагируют, как-то, спокойнее, как-то, принимают гораздо лучше, чем взрослые. Так что дети, они уже непростые существа, в общем, это музыка, в том числе и проекта, соответственно, тоже. Ну, и, соответственно, ну, собственно, кто у меня на стенке был, там, увидел, как дети отреагировали, я показал, когда текст они не знали, ну, как бы, на музыку они отреагировали, и даже инопланетян там были. А это когда было, когда-где? С детьми? Да, я вчера, у меня, там, нет нескольких групп бакбалетных, то есть там там… Это и ДМШ? Это даже не ДМШ, это у нас там, в училище открыли, ну, открылся факультет хореографии, да, значит, то есть отделение хореографии, а про отделение открылась школа, чтобы они даже следили до первого курса, их надо еще несколько лет учить, и вот эти школьники, у них тоже есть там какие-то музыкальные приметы, музыкальные жанры, музыкальные акробаты, вот они, в частности, любят рисовать там, когда что-то совсем скучно на уроке, они просят, можно включить музыку, мы порезуем, но я им включаю, то Бран Брауэрфлик, не знаю, то Нирвана, то… И тогда классическую музыку, да, вот включил, но вроде интересно, я заодно решил попробовать, что будет, если я запущу, как раз перед этим вечером купил эту трансляцию, решил, что будет, если я запущу с мобильного интернета, в принципе, работает в другом помещении, не там уже газового, вот проверил, что работает, но заодно дети порисовали, сейчас, в принципе, если кто не видел, он уже попробует залезть в интернет, и эти рисунки продемонстрирует. Вот примерно так это выглядит. Это грубер, собственно говоря, видимо, виден с микрофона, да, гварда, трубка, ну это видимо шла, может бомбират, какие-то пчелки летают, где-то насекомых стали активно за собой, чем подписывать, какие-то такие, и вот еще насекомые, тоже, видимо, круглые с длинными ногами, вообще, ну это все видели сегодня уже. Так что, в общем, как дети отреагировали вполне адекватно, а у них вообще никаких вопросов не было, они эту музыку приняли, абсолютно хорошо, и сразу сели активно рисовать, с ними не все так бывает, но тут как бы да, ну и всем все понравилось. Ну и последняя сторона этой музыки, о которой стоит поговорить, это, конечно, комиксы, в частности, массовая культура вообще. Потому что, значит, эти стихи интересны еще и тем, что они стилизованы как-то, могут быть детские, да, но детские – это, в общем, народная культура исходная, у них авторов нет. А здесь они работают не с народным материалом, а с авторами, но с современной автору стихов массовой культуры. Ну, персонажи, вы, собственно, все почитали уже, да? Дракула, Джон Уин, все знают такую, надеюсь, да? Уже не расскажу. Хорошо. То есть, соответственно, это все про, я бы сказал, если как-то двунословно обозначить, это образный репертуар коллективного бессознательного публики той эпохи, когда все это дело слушалось. Оно у нас сейчас проигрывается это чем? По крайней мере, не только детскими сказками, которые в детстве рассказывают. Он, собственно, вот всей той массовой культурой, которая на нас в итоге будет показывать давление. И это, в общем, такая, ну, не то что сильно героическая, но, по крайней мере, аминутная попытка этому противостоять, остранять это дело и, собственно, контролировать свою рецепцию от этого всего. Комиксов, фильмов ужасов, вестернов, боевиков, там, кино про монстр, типа Годзиллы, да? То есть, в общем, все те, как бы, жанры, которые, в принципе, даже, опять же, есть там социологические исследования типа Ханюкина, например, в 70-е годы была книжка «Название реальность фантастического мира», где там, ну, книжка своеобразная, она не везде хорошая, но его какие-то убедительные идеи там высказывают касательно того, почему, например, всегда так приют кино про гигантских монстров, как разрушают грандар. Вот почему это оказывает, почему они окупаются, ну, чуть-чуть так много, их было очень много, особенно в годах 50-х. Это очень большая машина, да, когда сделать кино. Там, там, кого только не было, гигантские насекомые и какой-то гигантский цветок, не помню название «Пожирающие планеты». То есть, японское кино, японские фильмы «Катастрофа» прохудроу, реально, настоящий, но, в частности, в Японии они были популярны, потом через Японию перекочевали американские рынки, которые находитесь в Севастовиде. Ну и, соответственно, вот, значит, задача автора здесь, поэты, и потом, соответственно, композитора — поставить на пути не критического восприятия всего этого, а некий иронический заслон, чтобы мы начали воспринимать это дело, ну, как минимум, ну, в стране, да, эскетические, иронические слова, не знаю, Почти эти тексты внимательны. Джон Руэн разряжен пистолетом. Робинзон с каннибалами империрует. Лоис Лейн, которая, собственно, возлюбленная Супермена, она его хочет посадить в ловушку здесь, с помощью этого минерала, а Бэтмен и Руэн вообще там все прочли. Плюс тут непопытное то, что золотой веб комиксов пришелся в Америке где-то на 40-е годы, плюс-минус параллельную историю. Вена, как вы помните, была разделена на оккупационные зоны между Союзными войсками. Там была советская зона, американская зона, британская зона. Вот таким образом комиксы сами могли попасть в Европу. То есть народившийся Груббер оказался в 43-м году. Оказался после войны ситуация, когда комиксы там циркулировали, там нечто новое такое. И у людей, у которых вот 42-е годы было детство, как раз в 70-е годы было где-то 35-40 лет, то есть идеальное время, чтобы формировать общественное мнение, и, соответственно, ходить на эти концерты. Вот мы уже респектабельны, мы уже ходим в фью-армонию, слушаем, значит, а там нам рассказывают про нас же, когда мы были маленькими. То есть про комиксы, про то, значит, как на что, как на что-то когда-то смотрели. В 70-м году комиксов «Серебренный век» уже, то есть «Золотой век» уже прошел, уже за «Серебренный век» прошел, кажется, по периодизации. Но они уже были в релиз-поте классовой культуры, но куда-то уже потом не делись. Ну, вот, собственно, как-то так. И у меня еще неожиданно там все. Сейчас посмотрим, если больше ничего важного показать из-за у него и видео. Да, наверное, нет. Я думаю, что, пожалуй, все. Есть еще один интернет. Я думаю, что мы про российских композиторов с армянами поговорим в отдельных. Может, даже не в этом году, там есть кого послушать и на кого посмотреть. Поэтому пока же он не будет показывать «Невского», но он хороший. Там просто тоже пение на вздухе всяких экстремальных вокалов. Но это столько помрачнее, поэтому не будем сейчас переходить в другую мациональную модель. А просто на этом остановимся. Ну, наверное, там, собственно, уже два с половиной часа почти. Все, спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, что это было весело. Музыка мне ведьмике понравится. Спасибо. Спасибо.